Работа Почты России в сельских территориях Новосибирской области вызывает все больше вопросов и нареканий со стороны жителей. Нерегулярная доставка корреспонденций или полное ее отсутствие, неудобные графики работы отделений и неудовлетворительное их состояние. А ведь для многих жителей области, проживающих в отдаленных территориях, Почта – это единственное средство связи с внешним миром. И, к сожалению, отметили сегодня на Совете по взаимодействию ЗАГСобрания с депутатами районных советов и городских округов, ситуация становится только сложнее. В Венгеровском районе сократилось 7 отделений, 12 муниципальных пунктов остались без почтового обслуживания. В Машковском районе сократилось тоже 7 отделений, 10 населенных пунктов остались без обслуживания. В Тогучинском районе 8 отделений. Итак, я могу продолжать эти примеры. Значительно сократилась и штатная численность сотрудников почты, а состояние внутреннего убранства их помещений не выдерживает никакой критики. В сельской местности почта России, говоря общедоступным языком, заплыла. Потому что все то, что было сказано – низкая заработная плата, ремонт помещений, отсутствие периодической или систематической доставки почты – как было, так и осталось. В то же время отмечают депутаты – маркетплейсы, которые не имеют господдержки, каким-то образом умудряются повсеместно открывать свои пункты выдачи товаров, обеспечивать доставку и содержать помещения в должном виде. Вот простой вопрос. Мы должны дедушке, бабушке что рассказать, что у вас проблемы. Решайте, не знаю, придумывайте, еще что-то делайте. Ну, мы горой встанем за отделение почты. Ставьте вопросы своим руководителям в Москве. Здесь не про экономику, а про людей. В итоге Совет рекомендовал Управлению Федеральной почтовой связи Новосибирской области возобновить работу в этом году не менее 20 отделений почтовой связи и не допускать закрытия других. Органам местного самоуправления оказывают почте всяческое содействие. Кроме того, депутаты намерены вернуться к рассмотрению вопроса на площадке профильного комитета ЗАГС Собрания, чтобы совместно с Почтой России и региональным правительством подготовить соответствующее обращение в вышестоящие инстанции.